Житие преподобного Леонтия Архимандрита Билинского Будущий архимандрит Леонтий Мирулангин Феодорович Карпович родился около 1580 года в Пинске и происходил из шлихетского рода. Отец его был священником, учился будущий исповедник Веры Христовой, по мнению исследователей, в Астрожской школе либо в Вильне. В поэтическом произведении Леонент «У света убогих», посвященном памяти отца Леонтия, имеются строки, свидетельствующие о тяжких материальных условиях его учебы. Он о нищих, убогих старания имел, о вдовах маючи и сам в выховании с жебранины Пензиной. Он проявлял заботу о нищих, убогих вдовах, так как и сам был воспитан с помощью скудной милостыни. Логин Карпович обладал глубокими познаниями богословии, диалектики, логики, риторики, знал несколько языков и при этом отличался смиренным благочестием и ревностью о вере православной. Архимандрит Киева-Печерского монастыря Захария Копыстинский в своей «Палинодии», написанной в 1621 году, так отзывается о нем. Блаженный Леонтий Карпович, архимандрит Виленский, муж богодухновенный, в языке греческом и латинском знамените беглый, оборонца благочестия. В начале XVII века униаты захватили Свято-Троицкий монастырь в Вильне и вытеснили бывшее при нем православное братство, организовав вместо него свое униатское и пытаясь присвоить ему все имущественные юридические права православного братства. Пытаясь отстоять права веренского православного братства от несправедливых посягательств униатов, Лангин Карпович вместе с некоторыми другими брачками в январе 1609 года отправляется в Варшаву на заседание Сейма. В этом событии он предстает перед нами как ревностный мирянин, которого патриарший экзар киевской митрополии протопоп Нистор Казменич вставит среди прочих в пример в послании к пинскому духовенству от 4 января 1609 года. Вернувшись из Варшавы, Лангин Карпович продолжает свою энергичную деятельность по защите православия. В частности, он возглавляет типографию Виленского православного братства, в которой в 1610 году выходит знаменитая книга Милетия Смотрицкого «Фринос», то есть «Плач Единой Кафолической Апостольской Восточной Церкви с изъяснением догматов веры». В книге подробно и обстоятельно опровергаются латинские догматы о главенстве Папы, об исхождении Святого Духа и от Сына, о Чистилище, указывается на неправильность употребления опресноков, просовершения Евхаристии, на ошибочность причащения мирян под одним видом. Автор рисует картину страшного упадка веры и благочестия в папской столице Риме и призывает отступников от православия опомниться, покаяться и возвратиться к своей матери церкви, отвергнув все римские ереси и заблуждения. Книга произвела огромное впечатление как на православных, так и на врагов православия, которые обрушили весь свой гнев и ярост на издателя. В Великую Субботу 7 апреля 1610 года в типографии был произведен обыск, во время которого главного типографа и корректора Лангина Карповича арестовали и без суда и следствия бросили в тюрьму. Два года исповедник провел в Аковах, его водили с одного суда на другой, переводили из одной тюрьмы в другую, ежедневно подвергали допросам, побоям, издевательствам, принуждая отречься от православия и перейти в унию, но он непоколебимо отстаивал право народа сохранить веру отцов. На теле святого подвижника от оков образовались язвы, следы которых заметны были даже после его праведной кончины. Не сломив стойкости подвижника, его выпустили из тюрьмы. Он вернулся к своим собратьям, окруженный славой доблестного исповедника и мученика за веру. Вскоре Лангин Карпович принимает монашеский постриг с именем Леонтий и, благодаря своему высокому авторитету, становится во главе Велинского свято-духого монастыря в Сане Архимандрита, учреждая в обители общежительный устав по чину святителя Василия Великого. Несмотря на подорванное в заключении здоровье, Архимандрит Леонтий с неизменной энергией ведет пасырскую и просветительскую деятельность. В братской типографии, которую он по-прежнему возглавляет, издаются новые книги, Евангелие учительное, молитва слов, служебник, древник, вертоград душевный, святогорца Фикарды. В последнем издании имеется предисловие Архимандрита Леонтия Карповича. Возглавляя святодухов монастырь и православное братство, Архимандрит Леонтий становится еще и ректором братской школы, воспитывая молодежь в духе верности православии. Как и прежде, ему приходится терпеть многочисленные обиды от униатов Свято-Троицкого монастыря, которые, пользуясь близостью расстояния, почти каждый день бросают в монахов Свято-Духов монастыря камни, пускают стрелы. Во время одного из таких нападений в 1614 году Архимандрит Леонтий едва остался жив. Пинский униадский епископ Паисий Аникеевич и известный униадский деятель Исаак Кунцевич, будучи в Свято-Троицком монастыре, стали бросать кирпичи в Архимандрита Леонтия, серьезно ранив его. По свидетельству иеромонаха Исаии Трофимовича, Архимандрит Леонтий имел обыкновение на всяк день божественную совершать и службу, хотя некоторые из братьев неодобрительно к этому относились, на что подвижник возражал. Как, приближаясь к солнечному свету, видишь на себе пятна грязи, даже если они очень малы, так и причащаясь часто божественным тайнам, видишь на себе свои согрешения. Все время свободное от работы и богослужения, Архимандрит Леонтий проводил в пилейной молитве. Он настолько любил молитву, что плакал, когда ему приходилось прерывать ее для земных дел, хотя и эти земные дела нужны были для защиты Святой Церкви. Много сил Архимандрит Леонтий отдавал организации монашеской жизни в родном Святодуховом монастыре, который во многом благодаря именно его стараниям, вскоре стал во главе всех православных обителей Великого княжества Литовского. Благодаря высокому духовно-нравственному уровню обителей по ее образцу и с участием Велинской братьи, в XVII веке были основаны монастыри Могилевский-Богоявленский, Буйнический-Святодухов, Купячеческий-Веденский, Минский-Петропавловский и другие. Православным Биленщины Архимандрит Леонтий был известен как «Боговдохновенный проповедник». Его проповеди высоко ценили не только православные, они буквально были золотыми и для иезуитов, которые скупали их за золото, чтобы сжечь. Именно поэтому из великого множества его проповедей до нас дошло только три, причем такие, в которых нет никакой антиунеадской полейники. Православные считали Архимандрита Леонтия по красноречию подобным златоусту. Биленский проповедник не только сам обличал и громил словом проповеди, но и других призывал защищать православие. Сохранилось его послание на Афон, в котором Архимандрит Леонтий просит святогорца Кирилла прибыть в Виленское княжество литовское для поддержания православной церкви. Покинутая и оставленная нами Матерь наша судит нас и осуждает, что же мы за воины, если все время на отдыхе, а на страже никогда. Какая мне польза от уединенной жизни, если без любви она проведена будет? И если матери кто не любит, то кого такой вообще любить может? В 1620 году Великое княжество литовское посещает Иерусалимский патриарх Феофан, который соглашается рукоположить для Православной церкви митрополита и четырех епископов. В числе избранных на епископское служение был и Архимандрит Леонтий Карпович, который был наречен епископом Брестским и Владимирским. Однако тяжкий недух не позволяет Веленскому Архимандриту отправиться в Киев для Хиротонии. Причувствуя близкую кончину, Архимандрит Леонтий по настоянию братства посылает к патриарху своего постриженника и на Камелетия Сматрицкого. Провыв несколько месяцев в Киеве, Сматрицкий возвращается в Вильню в сане архиепископа и уже не застает в живых своего учителя. 24 сентября по старому стилю и 8 октября по новому стилю 1620 года Архимандрит Леонтий скончался, а тело его оставалось непогребенным шесть недель. Архиепископ Милетий совершил отпевание преподобного Леонтия 2 ноября 1620 года. В своем надгробном слове он отметил нетление его честных мощей. Свидетельством терпеливости этого святого исповедника и мученика служат сами язвы, натертые оковами на этом честном теле, которое, хотя уже шесть недель пребывает мертвым, но благодатью живущего в нем пресвятого и животворящего духа остается непобрежденным и не имеющим запаха. В том же 1620 году в братской типографии Святодухового монастыря издается поэма «Лямент у света убогих на жалостное представление свято-любивого отца Леонтия Карповича», в которой архимандрит Леонтий предстает как святой подвижник и исповедник православия. Почитание преподобного Леонтия как святого угодника было не только в Вильне, но и за ее пределами. В 1633 году студенты Киевской духовной коллегии приветствовали святителя Петра Маилу с его вступлением на митрополичий престол. В приветственном тексте, который был ему вручен, есть такие слова «Теперь пожелай только отправиться до Вильней и других городов русского и литовского мира, и увидишь, как встретят тебе радостно те, которыми полны были темницы, полны были ратуши, полны были темничные подземелья за причистую восточную веру». Как встретят тебя и проводят до своего руководителя в тиснении, предводителя в благочестии, подобного златоусту в бетействе за несколько лет предстим скончавшегося архимандрита Леонтия Карповича. Увидев нетленные мощи его, увидев ближних за веру пострадавших, ты почувствуешь, каким великим делом услужил ты несчастному народу нашему. Эти слова о нетлении мощей сказаны уже через тринадцать лет после кончины архимандрита Леонтия. Святой преподобно мученик Афанасий, игумен Брески, в своем Диариуше, так называет архимандрита Леонтия святым, Мещане засть убогие излюблено, Соколя, Орши, Пинска, Бельска, Кобрина, Берестя и инших мест и местечек, Плачливее лемонтуют же юж, Не мают людей, с кем бы церквей своих доходить и могли. Не мажь отца и мужа святого Леонтия Карповича, Архимандриты Виленского. В последствии, однако, сложилась неблагоприятная обстановка для почитания архимандрита Леонтия. Если даже мощи святых мучеников Антония и Анна Евстафия пришлось скрыть от униатов в пещере, где они пребывали более ста пятидесяти лет, то неудивительно, что открытое почитание архимандрита Леонтия Карповича стало невозможным. Однако имя его, как мужественного исповедника и защитника православной веры, церковной истории, сохранилось. О его подвижническом служении Святой Церкви подробно повествует митрополит Макарий Булгаков, многотомной истории Русской Церкви. Имя Архимандрита Леонтия упоминается среди иных святых подвижников Архимандритом Леонидом Кавелиным в книге «Святая Русь». В наши дни, по милости Божией, почитание Архимандрита Леонтия возобновляется, и мы с верой и любовью взываем к славному подвижнику земли нашей Белорусской. Преподобне, отче Леонтия, исповедниче православие, моли Бога о нас! Субтитры создавал DimaTorzok